Источник белка. Кислотный тест на функцию почек. Хроническая болезнь почек является основной проблемой общественного здравоохранения, от которой страдает каждый восьмой американец, увеличивая риск заболевания и смерти, даже среди людей с незначительным снижением функции почек. Для борьбы с эпидемией почечной недостаточности необходимы недорогие профилактические стратегии с низким риском. Диета играет роль в снижении функции почек. В частности, диеты с более высоким содержанием животного белка могут быть связаны с утечкой белка в мочу, признак повреждения почек. И, как правило, диеты с более высоким содержанием фруктов, овощей и цельного зерна, с меньшим количеством мяса и сладостей, может быть защитным от снижения функции почек. По сравнению с диетой, которой придерживались наши предки, мы не только потребляем больше насыщенных жиров, сахара и соли, но и кислотообразующую диету в отличие от щелочной диеты. Диеты предков человека в основном основывались на растениях и были щелочными. Пищевая кислотная нагрузка определяется балансом кислотоиндуцируемой пищи, которая богата белками животного происхождения, такими как мясо, яйца и сыр, компенсируемыми основополагающими продуктами, такими как фрукты и овощи. И в этом национальном исследовании 12 тысяч американских взрослых пищевая кислотная нагрузка была связана с повреждением почек среди взрослых в США. Считается, что вызывающие кислоту диеты воздействуют на почку через трубчатую токсичность, повреждая крошечные деликатные мочеобразующие трубки в почке за счёт увеличения выработки аммиака. Видите, аммиак – это основа, поэтому почка создаёт аммиак, чтобы буферизировать кислоту из пищи, которую мы едим. В краткосрочной перспективе полезно избавиться от кислоты, однако в долгосрочной перспективе весь этот дополнительный аммиак в наших почках изо дня в день может оказывать токсическое воздействие. Наша функция почек имеет тенденцию к постепенному снижению после 30-летнего возраста, а к 80 годам наша почечная способность может снизиться вдвое. Возможно, это так называемое связанное с возрастом снижения функций почек является результатом повреждения, вызванного перепроизводством аммиака в течение всей жизни. Это всего лишь одна теория. Кислотное значение pH может увеличить выработку свободных радикалов и повредить почку, что приведёт к образованию рубцов. Мало того, что белок, полученный из растительной пищи, в сочетании с антиоксидантами для борьбы со свободными радикалами растительный белок в первую очередь образует меньше кислот, потому что он, как правило, содержит меньше серосодержащих аминокислот. Одна из причин, по которой растительная пища имеет тенденцию быть менее кислотообразующей, чем пища животного происхождения, заключается в том, что кислота вырабатывается серой в белке, а в растительных белках их меньше. Таким образом, более важной детерминантой влияния пищевого белка на прогрессирование заболевания почек является качество потребляемого белка. Другими словами, вызывает ли он производство кислоты, как у большинства животных белков, или базовое производство большинства фруктов и овощей, а не количество потребляемого белка. Поскольку американские диеты в основном являются кислотообразующими из-за недостатка фруктов и овощей и содержат большое количество продуктов животного происхождения, переход от стандартной американской диеты к веганской диете может улучшить ацидоз у пациентов с хроническим заболеванием почек. При нормальных обстоятельствах вегетарианская диета подчелачивает, тогда как невегетарианская диета приводит к кислотной нагрузке. Это верно даже для вегетарианцев, которые потребляют переработанные мясные заменители, такие как вегетарианские бургеры. Основанные на растениях диеты были предписаны в течение многих десятилетий для тех, у кого хроническая почечная недостаточность. Не содержит животных жиров, холестерина, снижает кислотную нагрузку и помогает снизить кровяное давление. И действительно, если сравнивать функцию почек веганов с вегетарианцами и всеядными, то большая часть растительной диеты была связана с улучшенными параметрами для предотвращения дегенеративного снижения почек. Субтитры создавал DimaTorzok